Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вице-мэр Лепый Удисельск у нас сегодня в студии многолетний мэр этого города Сейчас вице-мэр Вот, может быть, первый вопрос, который я хотел вам задать Я думаю, его задают и жители вашего города и окрестностей Вот это административно-территориальная форма Я так понимаю, что к Лепой тоже хотят присоединить вот 8 территорий 8 властей Как вы к этому относитесь? Мы помним, даже если посмотреть из давней истории из ближней истории Но Лепая всегда была отдельным городом Называли его раньше республиканского значения республиканского подчинения и так далее Что сейчас вообще поменяется? Ну, во-первых, Лепая, как вы говорили, всегда был городом и как город и сегодня развивается и развивается в порту развивается в производстве в спорте, в культуре в медицине и так далее Ну, то есть, развитие проходит И, ну, город немножко отличается от районных центров потому что мы занимаемся развитием порта и производства Ну, то есть, такие довольно серьезные задачи чтобы создать рабочие места А уже в Новодах в районных самоуправлениях это сельское хозяйство это деревообработка ну, еще кое-что но это не такие фундаментные такие очень серьезные проекты Ну, например, Лепая единственный город который развивает аэропорт ну, второй международный где полеты где транспортный Я так понимаю, что в последнее время все-таки такой толчок есть в развитии Да, да, в этом году первые полугодия показывает если в прошлом году там было 4 тысячи пассажиров пассажиров тогда уже 6,5 тысяч в этом полугодии то есть, ну, прирост довольно большой и очень выгодно инвесторам тем, которые в порту работают или в производстве утром в 6 часов сел самолет и через Ригу уже на 60 городов можно полететь То есть, они используют это просто как-то такой хак Да, эти связующие рейсы Ну, например, там инвестор из Дании он 6 часов сел самолет он полетел через Ригу-Копенхаген и вечером уже 23 часов там 45 он уже может вернуться Все свои дела сделал и вернулся Это было невозможно и когда много инвесторов в свое время нам спрашивали что вам надо ну, что нам надо в Лепой чтобы развивать свои производства и портовые компании и создавать новые рабочие места они говорили аэропорт Я говорю, а что еще нужно? А не опять аэропорт Да Это было ключевое Да Ну, сколько там полчаса лететь, да? Да, полчаса А на машине 3 часа Да Ну, это все-таки большая разница Ну, мне сегодня тоже Я 3 часа еду в Ригу и 3 часа обратно Это 6 часов в машине Я фактически Да, если это на самолете это все-таки Ну, и так последние переговоры с руководством Аэрбалтик Ну, думаем, что в следующем году уже планируются еще дополнительные рейсы и это даст Ну, мир сегодня быстрый мы в интернете быстро работаем А приходят инвесторы в Лепую? Ну, да Мы буквально последние 2 года построили 5 новых заводов 4 сейчас в строительстве еще дополнительно это уже 9 и плюс еще 7 в проектировании Да Ну, конечно, у нас очень большая задача если эту оригинальную реформу сделают так, как Министерство самоуправления хочет то Ну, я даже уверен что развитие производства порта и аэропорта в Лепой остановится Ну, то есть не будет таким, как на данный момент когда в каждый год тысячи или две тысячи новых рабочих мест создаются да, и сейчас уже ну, там, безработица и после того, что Металлург обанкротился ну, безработица там 5% Я так понимаю наоборот работодатели ищут работников Да? Ну, в принципе, да и все это поменялось и новые производства современные ультрасовременные Хотя Лепой с Металлург собственно, жалко Ну, с одной стороны, да но с другой стороны, надо понять, что мир меняется и арматура, которую производил Лепой с Металлургс китайские производители производят на 30 или 40% дешевле Да, ну, это понятно здесь как составляющие там и налоговая система и цена на электроэнергию и так далее так что, если по административной реформе вернуться то я считаю, что это неправильно что в Латвии тогда после реформы останется только Рига и Юрмала ну, тогда Рига и Юрмале надо будет кормить всю остальную Латвию Мы сейчас уже это видим через фонд выравнивания Да, ну, я думаю, что наоборот надо, если этот стол, который у вас здесь есть он же не стоит на одной ноге если он будет стоять на 7 ногах тогда он стабильный так и Латвия то есть, я считаю, что надо наверное, в реформе так, чтобы в Латвии остались 7 больших городов или там 9, 7 или 9 и уже в районных территориях где были районы там и надо создать бывшие районы ну, и дополнительно, может быть, такие самоуправления которые, ну, имеют хорошее развитие ну, главное, это у Риги здесь рядом Но, с другой стороны, вот ближайшие, вот клепые вот эти районы или в Оости понятно, что, допустим, родители вот этих детей скажут, да, у нас там есть дом мы там хотим жить мы не хотим переселяться в Лепой но мы хотим, чтобы ребенок получил хорошее образование к примеру, вот в Лепойских школах ну, наверное, они посильнее будут при всем уважении, чем в Оости да, ну, я так понимаю, что, наверное, вы не против этого? Мы не против и, ну, например, одна из школ уже можно считать если по числу учеников она уже работает на бывший район и, ну, есть, конечно, и сильные школы например, Ницца это в сторону Литвы там довольно сильная школа я думаю, она и будет работать и в Гробине в другой стране тоже сильная школа там объединили, по-моему да, уже там объединение было, да и, ну, тогда надо смотреть, что еще в Айспуте или Прекула или других самоуправлениях но ну, понятно, что легче управлять таким районом где восемь самоуправлений объединить и они уже, в принципе, готовы на это это нормально можно организовать управление такого района и, конечно, сотрудничество мы не отказываемся от сотрудничества но надо понять у нас у каждой этих самоуправлений есть другие задачи совсем и финансовые возможности другие и, ну, новые заводы они же не могут создаваться ну, просто на пустом месте там надо инфраструктуру подвести там нам дают проекты Евросоюза так и в порту порт же, он же просто так не работает его надо углюблять там новые мощности надо делать а это, ну, это несовместимо это совсем другие задачи да, если мы говорим о Олеповском порте вот какая там ситуация по грузоперевозкам потому что мы знаем, что, ну, конкуренция очень большая плюс геополитика и есть такие опасения были, пока они имеют что будет стремительно снижаться грузоборот удалось ли вам вот эту ситуацию более-менее стабилизировать? ну, городский порт мультифункциональный, да там, где бывший военный порт и в портовой территории у нас очень хорошо развиваются производители то есть наш порт не работает только как транзитный порт он грузит уже ту продукцию которая производится в Лепой например, самое большое предприятие в Лепой это концерн УПБ там работает 1860 работников по нынешней временам годовой оборот это более 200 миллионов миллионов? да и он строит дома в Швеции, в Дании, в Германии в других странах производит, например, бетонные конструкции грузится на корабли или на паром и привозится в те страны где они сами уже там строят потому что они не только там бетон, но и стекла или металл ну, конструкции из металла и другое кое-что ну, вот это один из примеров и тогда порт может работать он работает для местных производителей он работает, например, на данный момент это зерновой порт кстати, наверное, самый большой в Балтийском море по зерну, по объемам и по числу терминалов на данный момент, ну, там каждый день стоит очередь грузовых автомобилей которые привозят зерно из Латвии, Литвы из других стран это на автотранспорте из России и из других стран на железной дороге то есть зерно и продукция ну, похожая продукция от сельских хозяйственных предприятий она грузится через Лепой так и деревоматериалы которые здесь и папирмалка и доски, и другие они тоже через Лепойский порт в довольно большом объеме грузятся ну, грузовой объем у нас каждый год увеличивается ну, сейчас, когда пойдет сезон зерна опять, там, довольно большой прирост и тогда и строится новый терминал и мы делаем углубление в этом году чтобы можно погрузить корабль Панамакс ну, полный уже не то, что даже такого масштаба Панамакс ну, да, это уже 14,5 метров углубляется порт сейчас работы уже заканчиваются и некоторые еще технические но это большие инвестиции это большие инвестиции у нас удалось привлечь деньги Евросоюза ну, конечно, это нам надо и свое кофинансирование и кредитные средства ну, когда уже развитие видно тогда и банки не боятся и тоже помочь в кредитовании ну, таким образом продвигаемся вперед но в том же время развиваем и производственные новые территории индустриальные парки где создаются очень современные предприятия по металлообработку по текстилю например, не знаю знали вы, что в Лепой три завода которые производят например, памперсы или там салфетки влажные или там другие такие из этой серии мы только знаем про белье да, да ну, в Лепой до сих пор шьет 10 миллионов бюстгальтеров в год ну, это очень большие объемы это очень большие ну, это текстильная отрасль да, в основном это экспорт да, конечно, и в Латвии остается но и у нас большие такие предприятия которые Лаума Фабрикс которые материалы делают а потом уже Лаума Линджери или Вова или другие предприятия они шьют ну, уже белье и это все там развивается высокого качества между прочим да и так и по металлообработке или знали вы, что в Лепой, например для пожарников и водолазников американских делают там экипировку для пожарных работников да для Америки ну, тоже в том числе да, в том числе или для почты или для аэропортов эти транспортные системы где ну, там сумки перевозятся или почта вот эти ленты транспортные да, да, да ну, сейчас новые предприятия которые для мебели фурнитуру немецкое предприятие которое будет такое развивать ну, раз они приходят значит, они все-таки понимают что можно найти специалистов и самоуправление поможет, да? да, да ну, например еще один вот что я хотел назвать сейчас строительство завод который производит для автомашин для любых мировых автомашин пружины да, там для амортизаторов ну, то есть практически для всех мировых марок это компания Лесиофорс это шведская компания но уже такая мировая компания которая ну, уже не только в одной стране но многих странах и она будет здесь да, уже строительство уже там я думаю в этом году наверное закончится и в следующем году начнется нет, я так понимаю еще и возможность все-таки удержать молодых людей липайчан чтобы они не уезжали вообще из Латвии и производство они уже становятся очень современные и там например металлообработки как и вы сидите вот у своего компьютера и так и там те, которые руководят в чистой одежде да в чистой одежде компьютеры и руководят производством да то есть это уже ну, очень современно типа рабочих ну, там много уже роботизации и так далее ну, например компания УПБ они уже над научным интеллектом работают или на очень современных оборудованиях и таким образом они конкурентоспособны в Европе и в мире если возвращаясь все-таки административно-территориальной реформе удалось ли от министерства от ВАРАМ получить ну, какие-то какую-то конкретику что будет после этого не знаю больше пойдет средств или может быть улучшится дорога потому что знаете от того, что мы как бы переназовем или там изменим вот эти территории на бумаге ведь жизнь людей не поменяется ну, мы немного об этом говорили потому что о реформе в основном ВАРАМ говорит а другие министерства там министерства транспорта или другие министерства они как-то в этом процессе пока особо почти не участвуют не участвуют потому что все понимают ну, если сделать реформу на карте нарисовать там сколько там самоуправления будет это еще ничего не даст дополнительно для того чтобы было реальное развитие в этих регионах нужны инвестиции дороги например в Прекула или Ваню да они практически как как после войны они там разрушаются да и об этом пока речи не идет ну, если кто-то думает что за деньги налогоплательщиков ЛИИПАИ мы сможем отремонтировать большие дороги в Прекула и Ваню это абсурд это нереально это ни в каком случае невозможно даже то есть ну, если вот такие похожие аргументы которые я конкретно и мои коллеги министру Варам Апуци рассказывали он он нас выслушал и я ну так почувствовал что он нас понял что если после реформы неудачной реформы остановится развитие такого производственного центра и транзитного центра как ЛИИПАЯ ну, конечно кто-то тоже поймет и кто-то будет потом виноват в этом да и ну, наша задача объяснить тем политикам которые хотят в ближайшее время сделать реформу что в результате все за счет что не сделать ошибку потому что в этих реформах ошибок было уже так много помните там в 90-х годах сделали там 536 самоуправлений в Латвии где жители немножко больше 2 миллионов потом уже было уже поняли что это неправильно это абсолютно слишком слишком маленькие самоуправления они не могут развиваться они даже за те деньги налогоплательщиков не умеют не могут даже и не то что построить удержать чтобы освещение было чтобы да ничего и так далее тогда уже сделали 118 по-моему 119 мы уже в то время я и другие руководители самоуправления говорили ну, это неправильно неправильно ну, посмотрите все равно много исторически были 26 районов было 7 или 9 самоуправления вся инфраструктура они же тоже не были дураки да, они же знали Латвию ну, вся инфраструктура таким образом строилась что она была удобная для образования для социальных вопросов для транспорта для спорта и так далее да ну, конечно это эти шаги а сейчас вот сделать там и оставить только в реформе два города Ригу и Юрмала и остальные как бы село и колхоз ну, это неправильно это ни в коем случае неправильно для развития Латвии да, вот прервемся ненадолго вице-мэр Лепа и Удисельска на студии небольшая пауза на новости и рекламу потом вернемся я вижу, что и звонки есть, будем их принимать не переключайтесь Микс Ньюс вице-мэр Лепа и Удисельска у нас в студии вот наверное те проблемы которые есть и в стране естественно затронули Лепа ну, к примеру все, что касается медицинского обеспечения ну, я так понимаю больница у вас центральная и специалистов нахватает да? ну, мы последние два-три года привлекли сорок пять новых докторов у нас специальная разработанная программа по тому, как привлечь новых специалистов то есть, жилье они даже помогут да, да мы с жильем помогаем и там такие программы да, и это это работает реально потому что ну, если я думаю там не будет больше разницы какие доктора работают в Риге или в Лепа даже так да, по качеству а технически наша больница она может быть и лучше ригских больниц мы что там сделали серьезную реконструкцию технически она очень хорошо обнаружена палаты уже совсем другие да да ну, как пятизвездочная гостиница ну, может быть немножко ну, на четырех но если там все оборудование такое же как и в страданиях для того, чтобы там сделать операции ну, и там операционные палаты как в космических кораблях они ну, очень современные там приезжают даже шведы или скандинавы говорят что там все ну, как лучше чем у них правда есть конечно ну, кое-каких доктора ну, не хватает да и там мы стараемся сейчас заключили договор с университетом Страдыни и они как раз в больнице делают свое свое свои помещения для образования для для практики для резидентов и это дает нам такую уверенность что в перспективе все будет хорошо но не так хорошо у нас идет с семейными врачами они становятся старше они пенсионируются и небольшая нехватка есть правда сейчас заключены договора мы платим стипендии по-моему 17 докторам платим стипендию и ну, они в ближайшие годы они тогда вернутся ну, там правда это вся система которая все-таки не так много зависит от самоуправления это система которая оплачивает министерство здравоохранения и семейные врачи они работают в системе какую сделанную в государстве так что мы не можем там как-то влепо сделать там совсем другую систему ладно мы можем что-то способствовать там улучшать и так далее но не не все решения оплату мы не ведем семейным врачам это по закону это ну разделило наши отношения с государством но то что где у нас есть проблема у нас зубными врачами проблема да то есть есть 20 этих как сказать практик практик да где там в каждой там несколько зубных врачов но там создаются как-то очереди сейчас на последние годы ну и самая большая проблема что зубные врачи они ну как-то как-то не хотят работать с детьми очевидно это как-то сложнее да и вот там у нас проблема там мы сейчас ищем возможности и говорим тоже с министерством здравоохранения но надо находить какие-то механизмы чтобы чтобы этот дефицит зубных врачей их решить и ну то есть если в образовании где-то наверное есть ошибки готовятся всякие специалисты которые может быть не нужны в Латвии а вот зубные врачи нехватка их вот может быть такой вопрос который я думаю тоже скоро станет очень актуальным в контексте бюджета на следующий год есть ли какое-то понимание что будет с бюджетом самоуправлений но вот сегодня появилась новость я думаю вы об этом уже знали раньше что министерство образования предлагает самоуправлением взять на себя оплату вот этих бесплатных обедов с первого по четвертой классы ну я так понимаю это не последний сюрприз ну сюрпризов наверное будет довольно много так чувствуется что нынешнее правительство как-то не любит самоуправление и как-то забывают что буквально каждый житель и мы с вами живем в каком-то самоуправлении и те которые принимают решения министры тоже живут в каком-то самоуправлении и ну никто другой не будет заботиться о этих вопросах которые мы здесь говорим о развитии и образовании конкретной территории так что ну я не уверен что нынешнее правительство понимает и другие такие вопросы как например ну все развитие в основном происходит с привлечения еврофондов ну Лепа это ну как и школы ремонтируются и ну ну больница и дороги строятся и порт развивается и на данный момент ну не решено как ну если Евросоюз нам дает фонды нам надо например за 10 миллионов построить новую школу сначала надо свои деньги чтобы это сделать и потом только Евросоюз дает деньги и в свое время ну все годы у нас не было никаких проблем привлечь кредитные ресурсы на то время пока этот проект внедряется в жизнь и потом же получается деньги Евросоюза их дают обратно например госкассу а на данный момент ну вот как-то правительство не может этот вопрос решить чтобы нормальным образом могли опять восстановить кредитование потому что я очень беспокоюсь о том что остановится тормозятся внедрение проектов Евросоюза то есть это может довести до того что Латвия не получит какую-то часть из еврофондов которые положено получить это очень печально потому что мы видим что как нет еврофондов так и развития в принципе нет мы пока не можем без этих инъекций если правительство ну я надеюсь что будет искать какие-то возможности но если так как на данный момент то в следующем году я прогнозирую что довольно много строительных компаний просто будут увольнять работников в строительстве в строительстве дорог но это конечно ничего хорошего эти люди опять уедут за границу работать в заграничных компаниях так что очень-очень важно решить каким образом кофинансирование и предфинансировать все эти проекты Евросоюза чтобы внедрить их всех которые положено внедрить до 21 года вот такой может быть вопрос еще связанный не знаю с большой политикой вы возглавляете Леповскую партию которая входит в состав Союза Зеленых Кристиан наверное сейчас определенный такой период испытания для Союза Зеленых Кристиан которая оказалась в оппозиции в парламенте как вы дальше видите этот процесс потому что не секрет что кто-то не выдержал собрал вещи и перешел в другую партию как мы вчера вот увидели да да ну бывают всякие политики не только такое видели в свое время но политика она она меняется то есть те которые наверху они будут внизу и те которые внизу наверху ну так даже в Библии написано да и ну я думаю что в партии Зеленых Кристиан там очень много знающих профессионалов которые ну это наверное грех их не использовать для развития государства в какой отрасли сколько раз тут уже людей осталось да ну то есть я вообще когда-то думал что у нас довольно умные министры и в свое время были и премьеры были ну почему мы их как-то не приглашаем а как-то больше поучаствовать в работе правительства и может быть как консультантов и как профессионалов которые ну знают чтобы приходит новое правительство и тогда когда новые министры приходят они полгода или год учатся чтобы понять вообще ну всю эту отрасль ну я знаю по себе но я когда начал работать в Леппе очень много было что учиться и как начинать развивать город и это не так так уж просто так что я думаю политики ну как ну я надеюсь что что когда первые такие серьезные ошибки понаделает это правительство конечно будут какие-то будут какие-то изменения ну да похоже что какие-то ошибки делаются потому что я так понимаю что те обещания которые были даны очень щедрые наверное сейчас пока невозможно выполнить мы же все только не слышали да и 500 минимальная заработная плата и 500 не облагаемый минимум и так далее и так далее ну да очень много чего обещали практически ничего так и от этого не решилось да и ну посмотрим что что может быть принесет осень когда будет утверждаться бюджет что в этом бюджете будет ну я очень надеюсь что там какие-то вопросы для развития будут чтобы Латвия не начинала идти обратно уже а уровень зарплат в Лепаре он сильно отличается от Риги потому что есть такой стереотип что вот там в провинции зарабатывают меньше ну есть какие-то отрасли где в Риге больше потому что в Риге сконцентрированы все банки главные офисы банков главные офисы да где зарплата в принципе всегда выше Латвия с газа и все большие предприятия конечно там у руководства заработные платы выше но если считать по средней заработной плате или если бы взяли бы отдельно там производство да там металлообработка или так ну посмотрим как у предприятия УПБ который создал УДС Пилан в свое время там 1860 работников если посмотрим то не будет такая ситуация что там зарплаты ниже чем в Риге вот вы все-таки вице-мэр вот по стратегическому вопросам примеру для Риги вы наверное тоже следите за новостями такая сейчас дискуссия ведется все время особенно в свете этого политического кризиса который был в Рижской думе что избрать приоритетом потому что денег столько сколько есть даже у Риги казалось бы богатого города на все не хватает и вот всегда есть спор там не знаю вот начали ремонтировать все школы там детские сады стадионы там музеи выяснилось что по дорогам не проехать ну сейчас начали срочно делать дороги потом выяснилось что и мосты в плохом состоянии как вы вам в Лепой удается вот как-то вот сбалансировать что избрать приоритетов вроде дороги нужны и школы и больницы вот как ну знаете когда начинаешь работать мэром наверное как и бывший мэр Риги ему хочется тоже какие-то обещания выполнить и он там очень очень как-то на социальную сферу потянулся да но улицы Риги они в очень плохом состоянии если ехать в дождевое время там аквапланировать все время да и это только один вопрос главный вопрос что под этим асфальтом все коммуникации или поменяли водоснабжение теплоснабжение опять придется рыть и менять это надо будет все менять мы у Лепой на процентов 80 все это сделали и все главные транзитные и улицы у нас сделаны это значит что если что просто будет какой-то небольшой у нас конечно тоже было так наши выбиратели тоже говорят а почему вот в Риге там транспорт автобусы там бесплатно для пенсионеров бесплатно да ну я думаю что Рига не сумеет содержать это просто там это слишком дорого обходится Риге и Риге надо будет выбирать свои приоритеты когда-то эти улицы под которых идут все коммуникации и чтобы не сидеть на авариях потому что любая авария там трубопровода это на несколько дней водоснабжение останавливается или не дай бог канализация или не дай бог электричество или газ тогда город уже не может функционировать поэтому мы как-то сбалансировали этот общественный транспорт мы сбалансировали мы конечно помогаем тоже и пенсионерам и малоимущим но мы как-то вот в больших дискуссиях с липойчанами решили что ну если человек работает нормальную работу или он в айти компании или производстве пенсионеры же тоже разные да да и пенсионеры тоже и по доходности мы смотрим так от доходов если доходы ниже какой-то границы тогда мы помогаем а если человек нормально работает и получает тысячи или полторы тысячи зарплаты ну я не думаю что он должен что-то бесплатное иметь из транспорта хотя бы чуть-чуть но надо заплатить за билет я думаю так да может быть такой последний вопрос что касается еще вот лепой что сейчас вы определили вот в планах своего какого-то развития как вот приоритет что еще надо бы сделать на ваш взгляд что не удалось не успели или руки не дошли ну да у нас такие проблемы которые не решены это у нас дефицит на детские садики мы должны сейчас построить два детских садика все-таки есть очередь есть очередь да не только в риге оказывается да да у нас тоже есть очередь мы правда ну решаем эти вопросы мы сейчас купили один бывший детсадик который был у текстильной компании Лаума когда-то его надо ремонтировать как раз нам надо ну немножко кредитоваться а тогда министерство финансов говорит нет мы там сейчас не можем у нас нет лимитов там хотя мы все условия там по финансовой стабильности у нас все это есть ну сейчас полгода будем ждать пока следующий бюджет будет тогда будем браться за еще время пройдет ну конечно это так ну это это тормозит развитие да ну детские садики конечно проблема по производству я думаю что у нас ну в общем по безработице уже как-то вопросы решены но у нас еще такая тема как территория бывшего металлурга и там мы тоже хотим сделать индустриальный парк там все условия для этого есть то есть там не будет просто голое место да нет ну там есть хорошая железная дорога там и и газовые мощности электрические можно еще один индустриальный парк сделать можно еще один индустриальный парк сделать надо и немного инвестировать это надо тоже деньги Евросоюза но сейчас уже я ну так немножко опасаюсь том насколько много этих заводов еще можно в Лепове построить чтобы было кому там работать вот это уже 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 такой вопрос там два года обратно мы по максимуму готовили там пять новых заводов построилось ну да потому что после Лепове люди были да когда вот все эти закончатся которые уже в строительстве и проектировке это будет там двадцатый год конец тогда мы увидим что у нас еще по безработице ну надо будет смотреть уже откуда специалистов можно привлечь чтобы еще дальше развитие ну металлургами видим и тоже там и для транзитного бизнеса там предприятия порта Леповского порта видят как они могли бы складовские хозяйства там чтобы улучшить мощность порта чтобы вне сезон можно там и набрать там какое-то количество и тогда уже в сезоне уже через ну корабли через терминалы уже погрузить на те страны которые нужны например вчера или позавчера из Лепы был погружен корабль типа Панамакс который 60 тысяч тонн увез в Саудо-Арабию да ну то есть это это направление уже очень такие интересные которые раньше не были но когда порт уже углублен когда терминал и работающий паром 5 раз в неделю идет в Германию и он в Лепы не ходит то есть в Ригу не ходит а знаете почему потому что если из Германии если из Хамбурга или Любека где у нас идет паром если бы он шел в Ригу это дополнительно 7 часов в одну сторону и 7 часов обратно в то время когда уже грузовой автомобиль загружен на паром и он приходит в Лепа и за 7 часов он уже приехал в границу Белоруссии и России или он выгрузился уже и пошел я знаю что очень многие из Риги едут в Лепу чтобы на этом пароме в Германию поехать с машиной точно то есть в принципе он все время загружен да он в принципе загружен да и сейчас мы рассматриваем вопрос как развивать паромные связи из Швеции или из Дании ну наверное то направление где Карлос Хамн и Дания в то направление ну логично потому что туда есть грузы и та же самая компания УПБ концерн она много строит и в Швеции и в Дании и в Норвегии и ну в то направление где нужно перевозить грузы такой буквально последний вопрос много было я так понимаю разных мнений прогнозов по поводу жизнеспособности коалиции вашей в Лепой да вот с господин Билл Митисом ну я так понимаю время показало что все таки как-то вы сработались да ну я понимаю что политика есть политика да политика политика но работы идут вперед и это самое главное и недавно у нас был социальный опрос где спрашивали как жители оценивают оценивают работу ну скажем так что это сильно лучше да то есть где-то там под 40% говорят что улучшается жизнь уже много по нынешним временам да что улучшается жизнь у Лепой и даже может быть она лучше чем в территории Латвии и в других местах да когда-то конечно там все говорили да ну все таки у Риги или в Риге там жизнь лучше но если посмотреть с такой стороны что спортивные возможности да спортивный комплекс и культура ну как ну конечно новый концертный холл он дает возможности я поясни говорю да но я наверное последние три года столько много был на концертах и театрах и надо никуда ехать уже да да и когда не надо ехать никуда и и в Лепой уже например в концертном холле мы посмотрели в прошлом году выступали артисты из 60 стран да то есть ну это как-то уже как-то уже такой европейский мировой уровень который он постепенно и развивается и дает возможность ну тем туристам тоже которые приезжают и которых становится больше больше становится ну конечно да на процентов 10 опять мы посчитали в этом первом полугодии ну сейчас летом в Лепой конечно очень хорошо отдыхать самые лучшие пляжи я считаю и самый песок такой красивый и ну сейчас на море такая теплая вода ну могу вам советовать да я тоже вчера сам ну раза раза пять наверное шел купаться в Юрмале 17-18 не теплее ну я думаю у нас где-то там под 20 да так это уже для латы очень хорошая 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 температура вот естественно на двух студий и большое спасибо спасибо